Объятия полезны для здоровья, не устают повторять ученые. Настолько полезны, что 30 лет назад в США 21 января было объявлено национальным днем объятий, а затем торжественно распространилось по всему миру. Суть праздника заключается в следующем. В этот день заключить в крепкие объятия можно не только родных и близких, но и всех понравившихся незнакомцев. Для хорошего настроения достаточно пяти объятий в день по 10 секунд, причем по большую пользу приносят они именно тому, кто обнимает. Что именно происходит в организме в этот момент? По словам ученых, серединные структуры головного мозга возбуждаются, и это помогает снять стресс. Конечно, есть люди, для которых тактильный контакт – настоящая пытка и объятие в тягость, но таких только 5%. И если все-таки вы входите в этот небольшой процент, все равно обнимайтесь с удовольствием. Для этого вполне подойдут питомцы из домашнего зоопарка. Впрочем, обниматься полезно не только с живым человеком или с домашним питомцем. Ученые обнаружили, что для этой роли вполне подходят плюшевые медведи и зайцы. По мнению следователей из Амстердама, когда человек прижимает к себе игрушку, улетучиваются чувства тревожности. Именно поэтому дети часто не могут заснуть без любимой куклы. Кроме того, прикосновения к плюшевым мишкам повышают самооценку и спасают от страха. А еще британские ученые выяснили, что женщины гораздо охотнее, чем мужчины, позволяют прикасаться к себе. Более того, исследователи обнаружили, что больше всего обниматься любят жители Финляндии, а меньше всего – жители Великобритании. Русские разделили с французами второе место, а вот итальянцы оказались практически на одном месте с холодными британцами. В научных журналах регулярно появляются статьи, доказывающие полезность объятий. Вывод отсюда только один – обниматься действительно стоит, а значит, можно и праздновать такой вот необычный праздник. Так что Казьма Прутков заблуждался, объять необъятное можно. Во всяком случае, раз в году, сегодня, в день объятий, можно прижать к груди весь мир. И пусть вам никогда не будет ни грустно, ни одиноко, пусть под боком всегда будут те, кого хочется обнимать и те, кто обнимет вас. А то тепло, которым люди обмениваются во время объятий, долго греет и придает уверенности. Обнимайтесь на здоровье!